Сейчас станция очистки почти отлажена, работает, химводоподготовка в этом году не будет. А планируется? Мы как-то плеток вообще видим, устроим, если еще нет. Останемся объемами, которые мы покупаем. Мы останемся. Цена вопроса 60 тысяч. Цена вопроса не 60 тысяч, цена вопроса стоит 18 тысяч. Скажите, вы говорите, проводилось гидравлическое испытание и опрессовка котлов. А кто и когда проводил именно в Торутино? Черенев. Когда, не подскажете? Ну, хотя бы образно, примерно. Я не прошел точно дата. В конце сентября. В конце сентября. А зашел когда Черенев на объект? 15-го. 15-го чего? Сентября. 15-го сентября. А предыдущий почему не проводили? Ну, вы же знаете, что там был коммунач. Пока, да. Вообще ничего не делал с ним. Неоднократно встречались здесь на комиссиях, на заседаниях, которые обещал, 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 пока не дошло. Но, в общем, когда не создали комиссию, и конкретно не проверили, почему такая ситуация на этой котельной. Ну, скажите коротко, пока не расторгли с ним контракт. Вот это все. Да. Вот после этой комиссии расторгли с ним контракт. Ну, понятно. Тут уже заметили такое положение, что как бы вы рапортовали, что у нас летом все хорошо. Мы лично с Череневым, мы с частью депутатами, выезжали в июле и в августе, в том числе на Мариновую гору. И сам Черенев видел всю эту ситуацию, что там очень печально все. А вы говорите, у вас было летом все хорошо. Как он сказал, что Черенев там выезжал туда? Да, я лично с ним выезжал. Был глава Севсовета, я, не помню, с кем ездил. Я был. Да, Кириенко, говорю, вот мы все выезжали, и все видели летом в июле и в августе эту плачевную ситуацию. Никто, опять повторюсь, за июль и август ничего там не сделал. Был выезжал прекрасно, значит, договор не был расторгнут еще в это время. Расторгли его слишком поздно, потому что такова была ситуация. Так, а зачем мы тогда говорили в конце августа, что у нас на 100%... Значит, два котла, два котла на этой котельной были в рабочем состоянии. Сегодня работает один котел, и сегодня, значит, Малиновая гора имеет ту нагрузку, которая сегодня существует, и отопление там сегодня нормальное.